На моем канале наконец-то появится периодический контент. Будем говорить о регионах РФ и соседних странах. И сегодня у нас Дагестан. И, во-первых, там очень красиво. Дагестан, пожалуй, один из самых недооцененных регионов России. О нем мало что знает обычный обыватель. И из-за этого существует масса стереотипов и предрассудков. Кавказ само по себе место очень своеобразное. Которому удается сохранять свою аутентичную самобытную культуру. Ну а Дагестан особенно интересен своей таинственностью. Впереди мой большой красивый фильм о Дагестане и его деревнях. А сегодня мы поговорим о устройстве Дагестана. О его географии, народах, о его промышленности и месте в России. Ворчами мужчинам, юрчами женщинам или всем салам алейкум. Готовьтесь узнать все о стране гор за 30 минут. Будете потом перед друзьями умничать. В этом году я был на Кавказе дважды по месяцу. И в сентябре мне довелось поездить по Дагестану. Поэтому пока мои воспоминания свежи. И пока готовится фильм о нем. Я хотел бы рассказать об этом поистине удивительном месте России. Ну начнем с того, что Дагестан любопытен по своей национальной природе. Как вы знаете, некоторые субъекты России сформированы по национальному признаку. Они же республики. Либо же по территориально-административному. Это края, области и прочее. Дагестан считается национальной территориальной единицей. Но как такового народа дагестанца не существует. Дагестанцами называют скорее народы, объединенные по территориальному принципу. Ну вот мы, например, все россияне, но при этом ты можешь быть русский, или татарин, или алтаец, или чеченец, или финн. В Дагестане похожая история на самом деле. В Дагестане проживают десятки народов на равных правах и условиях. Самые большие по численности из них это аварцы и даргинцы. А еще есть лесгины, лакцы, кумыки, азербайджанцы, табасаранцы и много-много других коренных народов. Если перечислять все, то уйдет очень много времени. Вообще, частая история в Дагестане, когда ознакомятся два земляка и спрашивают друг друга, кто ты по нации. Ну, туристам в Дагестане такой вопрос, конечно, смутит, но тут такой вопрос это нормально. У многих народов в Дагестане есть свои исторические районы проживания. Поэтому национальная принадлежность дагестанца может говорить о конкретном районе и даже селе, откуда он родом. А это уже, в свою очередь, говорит о традиционных занятиях, образе жизни. Это полезно знать, когда ты с кем-то знакомишься. Ну, например, нагайцы, которые занимаются преимущественно животноводством и вроде даже все еще кочуют по степи, как их тюркские предки. И, например, аварцы, центр которых — хунзахское плато на высоте 2000 метров над морем. Конечно, они очень отличаются бытом, традициями, языком и не поймут друг друга без русского языка. Но это не мешает жить им в мире, и это круто. Не зря даже на гербе Дагестана изображено рукопожатие. Ну, давайте о национальном составе чуть подробнее. На севере Дагестан граничит со степной буддистской Калмыкией и со Ставропольским краем. Север Дагестана называют нагайскими степями, и логично, что там живут нагайцы почти в гордом одиночестве. К сожалению, с 2010 года население Нагайского района стремительно уменьшается. Занимаются там в основном сельским хозяйством и животноводством. Кстати, многие владельцы скота из центрального Дагестана привозят свой скот и лошадей на север страны на все лето, как в бабушке, чтобы послить. Дальше, на юг, ближе к центру страны, население становится неоднородным. Вместе смешанно проживают даргинцы, кумыки и аварцы. Самые крупные города в центре страны – это Махачкала, естественно, Хасавюрт, Буйнакск и Каспийск. В самой Махачкале, судя по интернет-источникам, живут преимущественно аварцы. Хотя, с ростом населения города, этнический состав становится совсем разнообразным. Вокруг Махачкалы уверенные позиции держат кумыки. Тоже тюркский народ, как и нагайцы. В отличие от Нагайского района, у Махачкалы с увеличением численности населения все круто. Город стал очень сильно расти с 2000-х годов. Было несколько волн с большим притоком населения, и с 1999 года население увеличилось почти в два раза. Интересно знать, с чем это связано – либо с развитием города, либо с падением уровня жизни в районах Дагестана. Если вы из Дагестана и знаете причину, напишите, пожалуйста, в комменты. В центре Дагестана работают несколько серьезных предприятий. Это машиностроение, приборостроение и нефтедобыча. Нефти в Дагестане добывается не так много, но она есть. Также стоит отметить развитую гидроэнергетику. О ней я расскажу чуть позже. В сторону юга и ближе к горам разные народы уже занимают свои вполне конкретные районы и живут компактно. Вдоль хребта расположились аварцы, лесгины, рядом с ними лакцы, даргинцы и табасаранцы. И уже в районе Дзербента живут азербайджанцы. На юге особое место занимают промыслы народов Дагестана и коврат качества. Но сейчас все эти ремесла в небольшом упадке, к сожалению. Дагестан пока не очень туристический регион. Надеюсь, в будущем туризм подстегнет развитие народных промыслов. Все люди общаются между собой на русском, так как все народы имеют очень разные языки и культуру. Например, в Махачкале со всех сторон услышишь скорее русскую речь, чем какую-то еще. В столице даже есть памятник русской учительницы. Но с русским языком так было не всегда, естественно. Раньше тут правил бал тюркский язык. Вообще в России тюркские народы являются большой частью национального разнообразия, которые расселились от Алтая до Крыма. И поэтому часто тюркские языки, например, татарский, азербайджанский, узбекский, выступали в роли языка межнационального общения. Так было и здесь. Десяткам народов Дагестана нужно было как-то общаться между собой, где буквально две соседние деревни могли не понимать друг друга без русского языка. Тюрки-дагестани. Такой тут был язык до присоединения этих земель к Российской империи. После русский язык стал основным языком уже не только в Дагестане, но и во всем Кавказском регионе. Ну а следы тюркского мира остались даже в самом названии. Дагестан в буквальном переводе значит страна гор. Кстати, древнее название Дагестана, которое звучит как Албания, ну не та, естественно, Кавказская Албания, тоже переводится как страна гор. Сейчас из-за тока населения из сел в города люди теряют связь с родными языками. Согласно атласу исчезающих языков мира, который делает ЮНЕСКО, в мире исчезают 2500 языков из 7000. Среди них есть и дагестанские языки, к сожалению. Друзья, перед тем, как перейдем к истории Дагестана, я бы хотел порекомендовать канал Егора Еремеева. Он тоже посвящен путешествиям по России и миру, а также на канале вы получите множество полезной информации об архитектуре и велокультуре. Смотрите новую серию выпусков на канале Егора. Три года и ни одного месяца без путешествий. Обзоры лучших городов России для путешествий на автомобиле. От велосипедных маршрутов до сплавов на байдарках. Самые необычные места, где можно сделать крутые фото. Обзоры гостиниц для бизнес-поездок и для отдыха с детьми. Надеюсь, эта рекомендация будет полезна. И да, на его канале уже есть интересные выпуски про лучшие места России. Обязательно посмотрите и подпишитесь на его канал. Ссылка в описании. История. Фух. С Кавказом в плане истории все так же сложно, как с Европой. Постоянная смена власти, сфера влияния, куча разных стран, которые перестали существовать. Постоянно кто-то кого-то завоевывал. Туда, сюда, всякий непонятный микс из всех. Ну, так, если коротко. В самом начале было древнее государство Кавказской Албании. Жило себе прекрасно. А потом пришли какие-то неандертальцы, Римская империя. И развалили государство на мелкие княжества. Потом сюда пришли персы и начали тут бузить-барагозить. Албания даже пыталась в христианство. Но, в отличие от Армении и грузинских княжеств, она находилась далековато от Византии. И Византия не могла ей помочь, либо ей было влом. А так, современный Дагестан теоретически мог бы быть православным. Вроде как с персами разобрались и только успокоились. Откуда ни возьмись, взялись хазары. И так разгулялись, что персам пришлось строить крепости для обороны от них. Примерно в те времена и стал появляться Дербент. В то время в центре современной России было... Примерно ничего. В VI веке только все утихомирилось, и сюда пришли арабы. Раздолбали все храмы местных религий, закрепились тут лет на 200, принесли с собой ислам, построили первые мечети. Все было спокойно, пока в 797 году хазары опять не разгулялись. Видимо, свадьба у кого-то была. И разнесли весь халифат, дойдя до Ширвана. Это современный Азербайджан. Мечети были разрушены, многие жители Дагестана снова стали язычниками. Короче, это продолжалось долгое время. Но ислам все-таки здесь закрепился. Потом, как и в Россию, сюда приходила Монгольская империя. Первый коннект с Россией произошел в 1556 году, когда дипломаты кумыкского правительства подарили Ивану Грозному слона. В 1588 году Россия вместе с Грузией пытались воевать против местных княжеств, но ничего не получилось. Да еще и грузины с русскими нормально так по шапке прилетело. После этого Россия не ходила в эти края еще 112 лет. В 1722 году в Дагестан приплыл Петр I. Примерно на месте его высадки сейчас находится Махачкала. Это был визит в рамках Большого Персидского похода, когда Петр I вместе с дагестанскими народами выгоняли с этих земель персов. Ну и Кавказская война, когда Россия закрепилась в Кавказском регионе. В Дагестане начался совершенно новый этап истории. Кавказская война досталась Российской империи как бы бонусом. В подарочек. История связана с Большой Дорогой. Дело в том, что в начале 19 века в состав империи вошли Армения и разные ханства на территориях современной Грузии и Азербайджана. То есть с ними нужно было как-то поддерживать коннект и было такое вот недоразумение, что Закавказье принадлежало России, а Северный Кавказ нет. И с логистикой были некоторые проблемы. Кавказский хребет просто так не перейдешь и не перепрыгнешь. И для этого нужна была какая-то дорога. И построили военно-грузинскую дорогу, которую связала Тбилиси и Владикавказ. Владикавказ, кстати, и был построен как форпост на этой дороге. Сейчас эта дорога единственная, которая связывает Россию и Грузию. Я однажды застрял в Грузии из-за того, что эту дорогу в горах завалило снегом. Посмотрите мои тогдашние приключения. Некоторые горцы Северного Кавказа, которые еще не являлись частью Российской империи, увидели в этой большой дороге свой бизнес и очень-очень мешали своими набегами. Некоторые народы сделали набеги своим ремеслом, лишив себя мотивации даже заниматься сельским хозяйством. И даже разработали прям целую набеговую систему. Однако некоторые ученые опровергают эту теорию. Потихоньку империя усмирила Большую Кабарду, затем адыгейцев. Адыгей сейчас совсем малюсенькой осталось, кстати, смотрите. А потом уже Северо-Восточный Кавказ, как раз где находится Дагестан. Именно с этой частью Кавказа империи было сложнее. Княжества Северо-Восточного Кавказа, сейчас это Чечня и Дагестан, объединились в Имамат, в исламское государство, что вдохновляло людей, так сказать, на священную войну. И Кавказская война в итоге затянулась на 60 лет. Это самая долгая война в истории России. Главными духовными лидерами того сопротивления были два имама. Это имам Газима Гамет и имам Шамиль, которые, кстати, родились в одном селе под названием Гимры. Любопытно, что даже спустя 200 лет село Гимры контролируется военными. И бывает, что вводится режим контртеррористической операции. Это отголоски нестабильности из 90-х. Мне довелось побывать в этом селе для съемки моего фильма. Не забудьте посмотреть. В 1859 году имама Шамиля пленили и увезли в Петербург. После этого имамат Дагестана и Чечни перестал существовать. Но война официально еще продолжалась, так как Северо-Западный Кавказ хоть и был усмирен, но партизанская война там продолжалась. Например, черкесы не подчинялись имамату. Не особо переживали из-за его разгрома. И, спрятавшись в горах у Черного моря и получая поддержку Османской империи, еще какое-то время продолжали свою борьбу. Война закончилась. Тогда Дагестан и стал именоваться Дагестаном официально. В 1860 году была создана Дагестанская область. В те времена стали открываться первые светские учебные заведения, появилась железная дорога, первые промышленные предприятия. Жизнь шла своим чередом. Наступил 20-й век. Гражданская война не прошла мимо и Дагестана. Тут тоже была заварушка, причем при непосредственном участии европейских стран и Турции. После, советский период, он был спокойным и цветущим, не считая дагестанского землетрясения в 70-м году, когда было разрушено полностью 22 и частично 257 населенных пунктов. А это 45 тысяч людей. Они остались без дома и еды. Кстати, пока вы там не уснули, напишите в комментариях, про какой регион или страну сделать такое же видео. География. Поговорив о народах и языках, перейдем к самим землям, на которых этим народам исторически стало комфортно. Как мы помним, Дагестан означает горная страна. Однако при Советском Союзе к Дагестане присоединили новые земли на севере, где преимущественно степи и равнины. Поэтому горные местности тут на самом деле только половина от общей территории. Причем эти новые области, кизляры-ногайские степи, не то чтобы вообще не горные, так они еще и ниже уровня моря и находятся в прикаспийской низменности. Вообще, кстати, я до сих пор не могу понять, как физически земля может быть ниже уровня моря. Море, оно же типа, ну, как-то пролиться должно туда, там, просочиться как-то. Страна вытянулась вдоль Каспийского моря с самых низов до самых верхов. С низменности на севере до вершин Кавказского хребта на юге. Длина страны 414 километров, что по российским меркам не так уж и много. Это примерно как расстояние от Москвы до Нижнего Новгорода. Буквально несколько часов на поезде. Или как 96,5 тысяч приорфря. На этом относительно небольшом регионе России очень часто встречается приставка «Самый». Самый длинный тоннель, самая старая мечеть, самый большой каньон, самый высокий бархан, самый южный город России и еще много всего. Например, предмет гордости Дагестана Сулакский каньон, который является самым большим каньоном в мире. Глубина каньона составляет 1920 метров. Это почти 2 километра вверх-вниз. И это на 63 метра глубже легендарного Гранд Каньона в США. Американский каньон имеет всемирную известность. Но даже по фото Сулакский каньон выглядит значительно красивее. Вот на краю России в трех часах полета от Москвы есть такое чудо природы. А многие из нас об этом даже не подозревали. Но стоит уточнить, что каньоны измеряются не только своей глубиной, но и протяженностью. И в этом Дагестанский каньон проигрывает американскому. Длина Сулакского каньона 53 километра, а длина Гранд Каньона 446 километров. Эта природная достопримечательность находится вообще недалеко от Махачкалы. Иногда ее можно увидеть даже из самолета при прилете. Рек в Дагестане 6200 штук. Что не сказать, что прям много. Для сравнения, в Башкирии их 12 тысяч, а в Ленинградской области 25 тысяч. Но распределены они по стране неравномерно. На севере региона из-за сухого климата рекам совсем туго. Те, что есть, используются для орошения земель и даже до моря не успевать дотечь. Но другие реки, например, Сулак, являются очень большими и мощными. Например, на Сулак приходится половина всех ГЭС в регионе и в бассейне, который находится вышеупомянутый каньон. На Сулаке стоит черкейская ГЭС, которая является самой большой на Северном Кавказе, что тоже является одной из гордостей Дагестана. Гидротехнические сооружения сами по себе выглядят круто и эпично, а черкейская ГЭС особенно. Проезжая по Дагестану, часто натыкаешься на различные ГЭС, и это очень важно, так как от достаточного количества воды зависит вся жизнь в деревне, ведь в регионе люди занимаются традиционным хозяйством и животноводством. Для них это критически важный ресурс. Одна старая бабушка в далеком эларском стиле со слезами рассказывала, мне как тяжело им было без воды в засуху 40-е годы. Теперь, надеюсь, таких проблем больше здесь не будет. Поэтому ГЭС очень охраняют военные, чтобы не допустить диверсии на этих важнейших объектах. Говоря о больших инженерных системах, без которых вообще не обойтись в сложной горной местности, я не могу не рассказать о большом Гемринском тоннеле. Гемринский автодорожный тоннель. Самый длинный тоннель в России, длина которого составляет 4-3 километра. Если идти по нему пешком, то это займет почти час. Строительство этого тоннеля было очень нужным, так как он связывает горный Дагестан с Махачкалой и железными дорогами. Начали его строить еще в СССР и еле-еле закончили в 2012 году. Ну и еще одно важное с точки зрения географии места это Самурский лес. Самурский лес это ступ тропический лиановый лес. Просто представьте привычный россиянину лес, но обвитый лианами, как в фильмах. Вот когда я иностранцам рассказывал, что Россия очень разная, что с одной стороны у нас киты с айсбергами, а с другой у нас есть Сочи, где растут пальмы, теперь придется еще объяснять, что у нас есть лес с лианами. Самурский лес поделен между Россией и Азербайджаном. И там, и там он охраняется государством. Ну и помимо самого леса на этой территории водится много уникальной флоры и фауны. Ну и конечно горы. Дагестан находится в восточной части Большого Кавказского хребта. Именно из него берут начало две крупнейшие реки. Это Самур и Сулак. Горы в Дагестане очень разные. Есть мирные, альпийские виды с плоскогорьями и вольно гуляющими лошадьми, а есть суровые, безжизненные скалы и ледники. Средняя высота дагестанских гор 960 метров. В регионе 30 пиков высотой более 4000 метров. Однако самые большие горы Кавказского хребта достались не Дагестану, так же как и ледники. Самая высокая гора это Базар-Дюзю, которую, как и Самурский лес, Россия делит с Азербайджаном. От этой горы в сторону Каспия Большой Кавказский хребет начинает постепенно понижаться. А так как и Дагестан, и Азербайджан находятся в восточной части хребта по разные стороны гор, то гора Базар-Дюзю является самой высокой точкой и Азербайджана, и Дагестана. Вторая по высоте гора это Шахдак, а третья Шалбуздак. И вот Шалбуздак является довольно важной в жизни Дагестана. Ну, во-первых, чисто визуально, по разным причинам, именно она кажется самой высокой горой, хотя Шахдак и Базар-Дюзю находятся рядом и фактически выше. Шалбуздак считается священной горой для мусульман региона. По легенде, на ней жил потомок пророка Мухаммада Шейх Аль-Бурзи. Он примерял народы, которых, как вы уже поняли, здесь очень много, и посвятил этому всю жизнь и умер тут же на горе. Ну, и напоследок о горах есть в Дагестане Пушкин Тау. Она невысокая, называется Изберг Тау, но в народе больше известна как Гора Пушкина. Прикол в том, что на высоте 150 метров скалы и обрывы накладываются друг на друга, и если взглянуть на горы под определенным углом, то можно разглядеть устремленный в небо профиль поэта. Такая вот дань великому поэту, который восхвалял Кавказ в своем творчестве. Два крупнейших горда Дагестана. Это, конечно, столица Махачкала и Дербент. И тут скоро тоже будет применена приставка «Самый». В Махачкале полным ходом идет строительство новой соборной мечети, которая станет самой большой мечетью в России. Но странно, самая большая мечеть в России и так уже находится в Махачкале. Ну, чтобы закрепить результат, видимо. Почему-то ходит мнение, что самая большая мечеть находится в Грозном, но сердце Чечни только на третьем месте. На втором — Московская соборная мечеть. Махачкала — город не старый, и раньше назывался Петровск в честь персидского похода Петра Первого, как я уже ранее говорил. Город уже потом стал именоваться Махачкалой в честь революционера Магомеда Алида Хадаева. Махач — это аварская сокращенная форма имени Магомед. И Кала — с тюркского значит город или крепость. После Петровского похода поселение стало развиваться, начали открываться предприятия. И забавный факт — первое промышленное предприятие, которое открылось в Махачкале, это был пивоварьный завод. К слову, сейчас пиво в Дагестане просто отвратительное. Не прижились тут такие петровские начинания. Ну и позже стали появляться мунофактуры, железная дорога. Россия — первая, кто вообще принесла в Дагестан промышленность и развитие инфраструктуры. Население Махачкалы неизменно растет с момента основания города. И сейчас составляет 603 тысячи человек. Махачкала считается одним из самых быстрорастущих городов России. Многоэтажек здесь мало, люди предпочитают частные дома или квартиры в малоэтажных домах. У многих есть личный транспорт, привязки к метро нет. Ну, потому что метро нет. Город похож на большую стройку. Все что-то строят, ремонтируют. В Дагестане один международный аэропорт, ну, в принципе, больше не надо. Есть ЖД-сообщение с далекими городами. Можно на Плацкартике доехать до Питера или Москвы, а на транзитном поезде прокатиться из Баку в Харьков. Дербент — второй по величине город Дагестана, который тоже имеет несколько характеристик самый. Это а. Самый южный город России и б. Самый древний город России. История города настолько важна, что в школах тут преподают дербентоведение. Поселения на территории современного Дербента были уже пару тысяч лет до нашей эры. Но вот прям город-город появился позже. Дербент переводится как «Восточные ворота» и был построен персами в 438 году нашей эры и начался с крепости на рынке Ла, которая имела большую миссию. Именно тут есть маленький проход шириной 3 километра. Реально, как ворота с одной стороны хребта на другую. На небольшой равнине между горами и морем была построена большая крепость, которая своими стенами как бы продолжила горы и соединила их с морем, образовав такую стену, чтобы не ходил туда-сюда, кто попал. И чтобы хазар и персов не обижали, как мы помним. И это сработало. Город дожил до наших дней и является одним из древнейших ныне живущих городов мира. В 2015 году Дербент отметил 2000 лет. Вообще, конечно, интересно так совпало, что после 90-х у многих городов наступили круглые даты. Казани вот ровно тысячи лет, Дербенту 2000. Этнический состав населения тут не такой разбавленный, как в Махачкале. Треть населения составляют азербайджанцы, еще одну треть лесгины. На теле города, конечно, остались следы очень многонационального прошлого. Например, буквально под крепостью на рынке Алла находятся три кладбища, просто вот в шаге друг от друга. Мусульманское, армянское и еврейское. Население в городе тоже неизменно растет, уменьшается в количестве только две нации. Да, евреи и русские. Персы когда-то составляли здесь 60% населения, но в 1886 году их отсюда прогнали с ссанными тряпками. По промышленности тут особо не похвастаешься, но из известных предприятий здесь находится Дербентский завод игристых вин, шампанское Дзиф. Наверняка вы видели и помните. Коньячный комбинат, все мы пробовали дагестанские коньяки. Вообще Дагестан это центр российского коньячного дела. Из тех дагестанских коньяков, что я пробовал, могу посоветовать коньяк Лесгинка. Очень хороший. Так еще есть хлебкомбинат, мясной и молочный комбинаты, которые просто обеспечивают внутренний спрос. Из серьезных предприятий действует советский завод электросигнал, строительный комбинат, который делает панелечки, и НИИ Волна, который разрабатывает оборудование для гражданской авиации. В целом на юге с экономикой все обстоит не очень хорошо. Однако есть потенциал в добыче полезных ископаемых, в рекреационном туризме, это всякие санатории, лечебницы и в добыче рыбы. Но для этого сначала нужно привести в порядок экологика Каспийского моря. Например, большая проблема в Дербенте это отсутствие очистных сооружений и канализация вытекает прямо в море, недалеко от городского пляжа. Я там купался. По театрам тут все так же любопытно, как и в Махачкале. Есть азербайджанские, табасаранские, татские и лесгинские театры. В Дербенте находится самая старая мечеть России. О ней у меня будет небольшой сюжет в фильме. Подпишитесь, чтобы не потеряться. В целом, вы поняли, что ислам занимает очень важное место в жизни Дагестана. Православные храмы тоже есть, хоть и немного. И синагога есть. А в некоторых селах Дагестана до 12-13 века исповедовали христианство и зоорастризм. Зоорастризм, прикиньте! Прикольные религии как-нибудь расскажу, кстати. Итог. Какие перспективы? Сейчас Дагестан пропитан коррупцией колоссальных масштабов. Это... Это колоссальная проблема, не поборов которую двигаться никуда не получится. А двигаться есть куда. Глобально, миру, Дагестан интересен своей уникальной культурой, промыслами, кухней, танцами, потрясающей природой и горами. Даже в рамках России это действительно уникальное место. Важно, что эта культура остается локальной и развивается в своей естественной среде, в сельской местности. И в современном мире это является настоящим богатством, это может притянуть к себе большие экономические выгоды. Поэтому я надеюсь, что Дагестан будет беречь свой язык особенностей, а не распылять культуру вместе с молодежью, которая уезжает из сел в поисках более комфортной жизни. Но сохранить локальную культуру невозможно без развития полноценной сельской экономики. В соседней республике показали пример хороших умных реформ. Это же Кавказ, камон, тут есть что выращивать, производить и что показывать туристам. Этот регион всегда будет тянуть к себе людей. Грузия вот буквально за несколько лет стала очень популярной туристической страной, привлекая таким образом капитал из-за рубежа. Азербайджан, например, провел очень эффективные земельные реформы, что позволило улучшить экономическое состояние сельского населения и, соответственно, сохранить их культуру. Главное богатство Дагестана это его уникальность. Иностранцы это давно уже поняли, зарубежные туристы порой приезжали сюда чаще, чем россияне. Друзья, на сегодня с Дагестаном все. Скоро выйдет мой большой красивый фильм о нем. Не пропустите, уже прошу в который раз. И напишите в комменты о каком еще регионе мне рассказать, чем дополнить такие выпуски. Я буду делать такие ролики каждую неделю, поэтому нужны от вас советы. С вами был Андрей Бьес. Не забудьте подписаться, если понравилось, лайк, если узнали что-то новое, коммент, если я в чем-то был неправ. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин